Ежедневно каждый из нас выбрасывает всевозможные упаковки от продуктов, бутылки, пакеты и прочее. И наверняка не каждый задумывается о том, что весь этот мусор может стать материалом для создания весьма оригинальных поделок или даже костюмов. Поэтому славянские юные натуралисты создали свою эко-моду. О ней расскажут наши корреспонденты. В совместном творчестве учителя, родители и дети изготовили костюмы, головные уборы, бижутерию и аксессуары из сбросового материала. Ребята, которые по-новому взглянули на бытовые отходы, поистине проявили чудеса фантазии. Использовали бумагу для букетов, мешки для мусора, фантики, пластиковые бутылки, диски, коробки, газеты, крышки и многое другое. Это платье непосредственно моё. Здесь мы можем видеть газеты, картон, бумагу, газетную, переработанную в обычную бумагу, нитки, другую бумагу, то есть трубочки. Здесь собраны почти все мусорные отходы, которые мы загрязняем планету. Это платье мне помогал мой руководитель. Девчонки тоже мне помогали. Мы не делали так, что каждая делает своё платье. Мы помогали друг другу, приходили на выручку, делали всё дружно и весело. Я думаю, что я навсегда запомню эти платья, наши веселья с девочками. И главное, что я поняла, что спасать свою планету может быть и весело, и приятно. Вот, например, эту шляпу мы сплели из газетных трубочек. Это переработанные газеты. Из газет мы сделали новую бумагу. И вот сплели, и получилась такая шляпка. А эта занимает очень много времени. Это кропотливая работа, и нужно суметь и понять, как её надо сплести. Со своей коллекцией ребята уже выступали на краевом форуме «Радуга талантов». Девочки демонстрировали бальные платья из обёрточной бумаги, юбки из старых газет, шляпки из тканевых отходов, сумочки из дисков. Впереди у них дорога в Краснодар на конкурс «Экологическое дефиле Легендум». Наша коллекция, которую завтра будут ребята представлять на краевом конкурсе «Экостиль», называется «Легендум». То есть, это как бы все платья у них выполнены в одном стиле, и практически одинаковые материалы использованы для их изготовления. Вообще, я хочу сказать и хочу порадоваться тому, что это совместный проект наших двух учреждений дополнительного образования. Станции юных техников, как они раньше назывались, или сейчас Центр технического творчества детского, и станции юных натуралистов. Вера Анфилофьева – одна из семи конкурсантов, которая будет защищать честь Славинского района на краевой сцене. Она считает, что в гардеробе каждой девушки должно быть маленькое чёрное платье, пусть даже сделанное своими руками из мусорных пакетов. Тем более, такой наряд как нельзя лучше подходит для экологического дефиле. Мы за то, чтобы не выбрасывать какие-то продукты, какие-то отходы, чтобы их можно было перерабатывать. Из этого можно делать очень красивые вещи, создавать что-то другое. Мы за переработку. Необычные костюмы уже упакованы. Девочки снова и снова репетируют свой выход на сцену. О том, как участницы из Славинского района выступили на краевом конкурсе, смотрите в ближайших выпусках новостей программы события. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа События.